Привет, дорогие друзья! С вами снова Warthroms Academy и сегодня я предлагаю вам поговорить о конкурсах выразительного художественного чтения. Я обращаюсь, собственно, к педагогам, преподавателям русского языка и литературы, также к родителям, которые готовят своих детей для выступления в этих конкурсах, и, собственно, к вам, уважаемые дорогие дети, подростки, ну и, собственно, студенты, которые будут выступать на всяких конкурсах, типа студенческая весна и прочее. Скажу, что я в этом не могу считать себя каким-то большим экспертом, но я со школьных лет читал стихи, читал их в институте, и смею сказать, что это очень выгодная номинация, потому что, если вы действительно хорошо и искренне прочитаете текст, тем более, если он будет действительно интересным, вы, скорее всего, получите высокий балл для своего факультета, а это полезно. Кроме того, если вы будете участвовать в межгородских конкурсах, то есть шанс, что вы даже выиграете по эти другие города, может быть, даже в столицу нашей Родины выступать, защищать честь своего города. Лекция, которую я хотел бы прочитать про художественное мастерство чтения стихов, она очень большая, и это надо заниматься конкретным человеком, поэтому я хотел бы скорее становиться на каких-то общих чертах. Конкретно 9 мая. Это конкурс чтения стихов, посвященных Дню Победы и, собственно, Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, он очень большой, он всегда его проводит во многих городах, школах, и многие выступают, стараются прочитать хорошие стихи и хорошо выступить. Я тоже выступал и был в жюри, судил, многое тоже, что довелось меня послушать, поэтому какие-то свои скромные рекомендации я вам сейчас могу сказать. Итак, самое главное, с чего, собственно, начинается, как любое выступление чтеца стихов, точно такое же, примерно, как, наверное, у режиссера, который ставит свой фильм. Вы выступаете в роли режиссера, который, вот этот вот фильм, он просто немножко сжался, уменьшился, и просто вы показываете маленькое кино, прочитывая сами это стихотворение. Вы сами режиссер, вы сами актер. Так вот, самое важное, как мы знаем в фильме, это три вещи. Хороший сценарий, хороший сценарий, хороший сценарий. Соответственно, ваш успех будет на 90% зависеть от того текста, от того стихотворения, которое вы найдете. Это действительно самое важное. Поэтому, если вам три месяца дали на подготовку, потратите два с половиной месяца на поиск лучшего стихотворения. И тогда действительно есть шанс, что вы можете поразить жюри и можете поразить самого, собственно, себя и тех других конкурсантов. Второй пункт, когда вы, например, создали, составили какой-то шорт-лист этих стихов, основывайтесь на ваших собственных способностях. Бери ножку по себе, чтобы не падать при ходьбе. Я как раз даже подготовил некоторые примеры, которые могут вам как-то помочь. Бери ножку по себе, не зря я это сказал. Стихи, написанные о войне, можно разделить на несколько таких больших категорий. Но большинство из них, собственно, были написаны в годы самой Великой Отечественной войны. Людьми, которые видели смерть, видели страдания. У них погибали их родственники. Они сами, может быть, писали эти стихи в окопах. И, возможно, эти стихи имели определенную задачу. Задача, в том числе, пропагандистская, в том числе, для того, чтобы воины, которые прочитали эти стихи на привалах или в газетах, чтобы у них разгирел сердце, чтобы они начали еще сильнее ненавидеть врага и сражаться с ним. И эти стихи действительно написаны кровью. Они яростные, болезненные, сильные. Вы, конечно, их знаете. И дело в том, что время прошло уже. Прошло 50 лет почти. И вы ни солдат, ни воин, и в окопах вы, собственно, не были. И поэтому, когда молодой человек или девушка пытается читать такие сильные, написанные болью стихи, не всегда у них это получается. Более того, я могу вспомнить свои, собственно, эмоции, когда я сидел в жюри, и мы слушали, как девочки читали маленькие стихи, у них слезы текли. Это не всегда смотрится как сильное прочтение. Иногда это смотрится как нож, который человек не унес. Либо смотрится, как человек нашел сильный текст и думает, ага, но с такой же текст не могут поставиться маленький балл. А бывает. Если говорить про меня самого, не факт, что я бы сам с этим стихотворением справился. Но действительно очень сложно. То есть нам только кажется, что если там сильно голосить, например, или там махать кулаком, то получится круто. Не получится. Это стихотворение, например, Константина Симова. Не факт, что у меня дальше получится его сделать. Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, Под бревенчатым потолком, где ты в люльке качай сплыл, Если дороги в доме том тебе стены, печь и углы, Дедом, прадедом и отцом, В нем исхоженные полы. Ну, вы знаете, это стихотворение «Убей немца». Его нельзя читать слабо, да, это стихотворение очень сильное. Каждый удар, каждое слово должно быть как гвоздь, забиваемый в крышку гроба вот этих врагов, этих немцев, фашистов. И когда вы это читаете, вы должны оказаться там. В чем смысл эмоционального превращения? Вы должны оказаться как, не знаю, какой-то поэт, который стоит на перевернутом ведре, среди привалов, а рядом бойцы, которые через несколько минут, часов пойдут в атаку. И вы должны их накачать этой ненавистью священной. Если вы не будете в это верить, то у вас не получится, вы не справитесь с этим стихотворением. Есть еще одно стихотворение, такое же сильно по эмоциям, Мусак Жалим. 43-й год написано, «Барварство». То есть этот человек написал не сейчас, он написал не про мифических каких-то фашистов, которых в глаза не видел, он их видел, он это знает, да? Тоже очень сложное по эмоциям стихотворение. И опять же, когда вы его читаете, вы должны оказаться там, оказаться перед этими бойцами и должны донести до них вот эту боль, эту ненависть. Они с детьми погнали матерей. Ну вот сейчас, ну плохо получается, да, у меня другом голос, и это все нечестно. Они с детьми погнали матерей, и яму рыть заставили. А сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смеялись голосами. Тоже плохо звучит, да? Опять какой-то вот этот пафос ненужный. Но вот если бы я сам себя прочитал, сам бы судил, я бы себя засудил. Плохо. Еще раз попробуем. Чего здесь не хватает? Когда вот это вот стихотворение звучит на таком патетическом пафосном носе, оно превращается в агитку. А это в целом ведь не агитка. Тексты сильные, честные. Еще раз попробуем. Они с детьми погнали матерей, и яму рыть заставили. А сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, кузеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Ну, тоже не могу сказать, что хорошо, получше, чем было. Но все равно стихотворение слишком эмоционально сильное. И к нему надо готовиться, чтобы его сделать. Я в качестве судьи журили такие стихи. Плохо было прочитано. Не бейте за них. Они очень сложные, тяжелые. И в наше время они, возможно, не оправданы. Какие стихи я могу посоветовать? Я могу посоветовать те, которые читал сам. Мое самое любимое – это Михаил Светлов, итальянец. Наверное, вы его знаете. Это очень хорошее стихотворение. Оно чем хорошо? Что оно вроде начинается спокойно, но потом переходит в небольшой эмоциональный накал. И оно необычное. То есть в нем есть какой-то интерес. Оно написано в кресте, который носится на груди итальянец, которого убил главный герой. И непонятно, зачем же итальянец поперся в Россию. Почему ему не сиделось у себя в прекрасной Италии. Я даже не буду читать стихотворение, но классное. Конечно, это Константин Симонов, помнишь, Алеша, дороги с Малинчиной. Все его читают. Это стихотворение, возможно, изъезженное. Но оно реально хорошее. И в нем очень большой глубокий эмоциональный смысл. Конечно, это Юлия Друнина про Зинку. Это классное стихотворение. И девушкам его очень хорошо удается читать, если, опять же, найти какую-то правильную нотку. Когда вы сильно передавливаетесь на эмоциях, получается плохо. Когда вы ходите в крик, это тоже плохо, это нечестно. А про Зинку классная история, кстати. Она очень такая какая-то живая. Ее написала фронтовичка. И знаешь, Зинка, этот вот разговор, диалог с этой своей однополчанкой, он такой какой-то вроде бы веселый, а потом становится неимоверно тоскливый, грустный. Знаешь, Зинка, я против грусти. Но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, Мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимые. У нее-то была одна. Пахнет в хате квашной дымом, За порогом бурлит весна. И старушка в цветастом платье У иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, Чтобы она тебя не ждала. Видите, я очень сильно занизил голос. Очень сильно. Под конец. И поэтому умеете играть своим голосом то, что вы читаете его на середине, вот на этом диаспазоне, да? Найдите свой тембр, то, что вот эти вот охваты, там две октавы, сколько вы можете взять, вы играли где-то здесь, на эмоциональных нотах поднимались здесь, а на финале опускались вот на эти низы, которые заставляют слушать и плакать. И тогда вы действительно можете много добиться. Дмитрий Кедрин. Это один из моих любимых поэтов. У него есть патетические стихи, такие пропагандистские, они очень крутые, но опять же советую такие стихи не брать. Их место в окопах среди солдат. Но у него есть удивительные, какие-то странные, такие непонятные стихи. Для того ли цветочек синий в косу мне вплетала мать, чтоб в Немеччине рабыней довелось мне умирать. У меня в тот день проклятый белый свет в очах померк. Привезли меня солдаты к немке в дом под Кенюцберг. Дождь идет, собака брешет, у крыльца шумит дубок. Здесь ничто меня не тишит, только спичек, коробок. Ночью нету спать охоты, все сижу я, глядя вверх. Может, наши самолеты налетят на Кенюцберг? Налетят? Тайком из дому, босиком на двор сбегу, соберу в клеву солому и хозяйку подожгу. Умирать не так обидно, если знать, что может быть. Нашему небе лучше ли она вражью станцию бомбить? Тоже не особенно хорошо его прочитал, но надо вживаться в эту историю. Когда вы читаете стихотворение, вы должны перестать быть школьником. Вы должны оказаться девочкой-полонянкой, которая сидит со спичками, готова сжечь себя и свою хозяйку. День Победы – это тяжелый, трагичный день для нас, для нашей страны, для нас самих. И стихи – это сосредоточение вот этой боли, через которую нашему народу, нашему людям довелось прожить. И я очень боюсь, что скоро все это превратится только в бесконечные красивые парады, а ощущение боли и скорби куда-то исчезнет. Но пока есть стихи, пока есть мы, чтецы, это останется. Поэтому читайте стихи и пусть у вас будет хорошо. С вами был Роман Болков. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова